Доброе утро, дорогие друзья! С вами я, Агнесса Аргнова, и это рубрика «Полезно знать». Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, что же делать нам, если у нас тонкие волосы. Как же нам создать пышную объемную укладку, если нам не хватает зачастую волос, потому что, увы, но не всем, как говорится, дано иметь густые волосы. И сегодня я вам покажу, как же нам поступить в этом случае. Итак, ребята, сейчас я хочу, чтобы все девушки, у которых длинные, но, увы, тонкие волосы, слушали меня и слушали внимательно. Если вы хотите иметь густые волосы, не обязательно их обрезать коротко, не обязательно делать лесенку. Причем, если учитывать, что лесенка нам не создает как такового объема. И когда у нас тонкие, но длинные волосы, и мы делаем лесенку, у нас к низу получаются тонкие, редкие волосы. Итак, почему нужно использовать гофре с маленькими зубчиками? В данном случае у девушки есть челка. То есть, если мы будем использовать гофре с крупными зубчиками, то у нас будет переход. Здесь будет видно, что у нас здесь есть гофре, а здесь у нас не будет гофре. А если мы и здесь будем использовать крупные гофре, это уже будет не очень красиво. Поэтому я всем советую использовать гофре с маленькими зубчиками, который будет создавать объем, и при этом его не будет заметно. Итак, милые девушки, никогда не используйте гофре по пробору. Когда мы начинаем работать с гофрешкой, мы начинаем с передней зоны. И берем вот такое вот полотно. Полотно у нас должно быть, стараться, чтобы оно было потоньше и сильно ни в коем случае не зажимать. Видите, я подхватываю всю прядь. Не обязательно использовать расческу, можно пальчиками, рукой. Получается, я беру вот эту всю верхнюю зону и делаю гофре. Гофре не обязательно делать по всей длине. Можно делать до середины волос, до середины длины. То есть, и так. А так как, смотрите, если мы будем делать гофре по пробору, то у нас получится вот такая вот, как дуга в эту сторону и в эту. А нам как бы хочется, чтобы все-таки это все было более естественно и незаметно. В общем, старайтесь ни в коем случае не зажимать сильно гофре, так как, когда мы сильно его зажимаем, то у нас получается вот такой, они сильно пушистые. И тогда, когда мы доводим гофре до середины, а дальше у нас волос остается гладким, у нас нет перехода и такой резкий залом получается. Поэтому вы слегка прижимайте. Этого достаточно. Самое главное, берите тонко пряди. Это может показаться долго, но это красиво. Лучше подольше, но уже сделать так, как нужно. И обратите внимание, я вот зажимаю и гофре почти не видно. Потому что часто мы смотрим видеоролики, где девушки делают укладки. И в основном видеоролики снимает кто? Девушки, у которых куча волос, густые, хорошие. И те девушки, у которых их мало, им просто остается наблюдать, смотреть за этим. И, как говорится, печально повторять о том, что у них это все не получится, так как у них тонкие волосы. Ну, вот видите, сейчас очень много придумали таких вот подручных средств, как вот гофре, очень много плоек. Самое главное, нужно выбирать хорошего качества, профессиональное. И желательно вообще всегда, прежде чем что-то приобретать, советуйтесь со своим мастером. Мастер всегда подскажет, что брать, какой фирмы и как все-таки это все использовать. И вот так вот мы, таким вот образом, мы полностью всю голову, по всей голове делаем гофре, то есть создаем объем. Так, и смотрите, обратите внимание, вот эту часть, вот эту зону, то, что находится прям близко к лицу, мы его стараемся на него не попадать, то есть не гофрируем. Почему мы переднюю часть оставляем без гофре? Так как, если вдруг вы захотите собрать волосы, и передняя часть у вас, так как она у нас более тонкая, и здесь короткие волосы, когда мы зажимаем гофре, оно начинает торчать во все стороны. И если вдруг вы захотите волосы подсобрать, то эта зона у вас будет смотреться некрасиво, торчком будут волосы. Что у нас получилось? Вот смотрите, у нас волосы приобрели плотность, густоту, и если мы захотим собрать тот же самый высокий хвост, то нам будет это все удобно делать, и за счет того, что мы не прошли здесь гофре, это все у нас будет смотреться естественно. Меня зачастую спрашивают, а почему именно нельзя выделять по пробору делать гофре? Когда мы делим волосы на две зоны и начинаем делать гофре в одну сторону, потом в другую, у нас получаются вот такие вот ушки некрасивые, и это со стороны смотрится очень некрасиво. Поэтому все-таки не делите волосы по пробору, а берите всю верхнюю часть и делайте поперек это самое гофре. Еще, девочки, ни в коем случае не оставляйте волосы не гофрированные. То есть часто я вижу такое, что девочки сделали гофре, а самую верхнюю часть, которая по пробору, они оставили гладкой. Милые мои, это некрасиво. Если вы делаете гофре, уже делайте по всей голове. Это смотрится и красивее, и натуральнее, и, ну, в общем, это мой вам будет совет. Если делаете гофре, то уже делайте по всей длине, по всем волосам. С вами была Агнеса Аркнова, и эта рубрика «Полезно знать». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова